Почему Аллах упомянул терпение, а потом упомянул молитву? Не упомянул сначала молитву, а затем терпение. Даже в этих словах Аллаха заключена мудрость, что все поклонения, все обязательства Аллаха ложатся на плечи человека и нуждаются в терпении. Потому что терпение делится на три категории. Проявлять терпение в том, что Аллах повелел. То есть Аллах повелел человеку совершать пятикратную молитву. Неудобно ему. Он занят, он работает, ему тяжело. Но он проявляет терпение в том, что Аллах ему повелел. Он проявляет терпение в том, что Аллах запретил. Человек хочет что-то, и его душа тянется к этому. Употребление спиртного, к прелюбодеянию. Но он проявляет терпение, зная, что это запрещено. И означает, он проявляет терпение в том, что Аллах запретил. И проявление терпения в том, что Аллах предопределил человеку. Аллах, Субхану Ата-Аля, предопределил человеку, например, быть бедным. Предопределил человеку, что у него из близких кто-то заболеет, ему придут испытания. Он принимает это испытание как предопределение и проявляет терпение. Вся религия, все предписания, когда ложатся на плечи человека, они нуждаются в терпении. Как люди часто промахают руками и говорят, я устал, я не буду. Без терпения человек не сможет и выстоять молитвы.